Юрий Алексеевич, а каково сегодня в России защищать и поддерживать узников совести? Ну, к сожалению, дело стало таким почти безнадежным. Просто приведу пример, когда нам удавалось что-то сделать, конца 90-х и примерно первые 3-4 года этого 21 века. Кое-кого удалось вытащить, кто-то уже посаженного, кого-то не допустить к посадке. И вот как облом начался уже, сильный облом в 2000-х годах. Особенно где-то к концу первого срока Путина. Ну и все наши обращения, вот в этой статье в среду перечислено, в нашем письме к Медведеву, вот последние только 4 обращения к новому главе государства, если он глава. Вот. От ни ответа, ничего. Как вы полагаете, почему так происходит? То есть на уровне того, что поступает письмо и абсолютно ноль реакции. То есть получается, что с мудрыми и лучшими людьми сговаривают как с муришенными. Мы и сами себя особенно мудрыми не считаем, но они тоже тем более считают нас пылью, такой вредной пылью. Но тенденция примерно так до 96-го, 97-го года была в нужном направлении. Потом какая-то подморозка начала происходить. И вот на этой подморозке выскакивает на поверхность спецуха эта. И постепенно, как раковых, охватывает все общество. И превращается оно, если оно было там олигархическо-демократическим, оно превращается в криминально-олигархическое во главе. И управляют когда им люди из спецслужб. Причем не самого высшего сорта. Я знал людей, которые работали во внешней разведке. Но там, конечно, были профессионалы высокие в своем деле. В своем не очень чистом деле, как всякая разведка. Но это был уровень очень высокий. Были даже аспиранты, которые, защитившись, потом уходили туда работать. Вот, квалифицированные люди. Сейчас это какой-то третий сорт пришел. Но уже совершенно решившие они, что все уже, так сказать, в их руках. Ни на кого оглядываться они не должны. Ни глава государства или квазиглава. Ни любой следующий уровень. Вплоть до самых низких оперов ФСБ.